И вторая, кстати, игра после феерической победы выпускника Форео Алексея Халтурина. Народ просто взбудоражен. А чё вы нас-то не зовёте? Чё в эфир не приглашаете? А где вы раньше были? Почему не вспомнили сами о том, что в этом году 60 лет нарисовалось с того момента, когда наша Великая Альма-Матер стала исключительно на гражданские рельсы. Из Рижского высшего военного инженерного авиационного училища, которое располагалось на улице Ломоносова, появился Институт инженеров гражданского воздушного флота. Помним и не забываем никогда, что 101 год в мае исполнился вообще нашему вузу как таковому. И под эгидой «Я студент ГВФ» мы уже запустили вторую игру. Естественно, для того, чтобы разговорить вас, вывести на какие-то истории, нужно выпускать вперёд тяжёлую артиллерию. А тяжёлая артиллерия – это именно те люди, которые помимо учёбы успевали ещё что правильно выходить на подмостки нашего клуба. Итак, кто же с нами сегодня играет? Прямо из Еревана! Аку Багдишан! Восемьдесят четвёртый год. Приветствую, ребята. Приветствуйте, ребята Акопа. Акоп приветствует вас. Акоп, скажи, дорогой, что за это время произошло с тобой такого интересного, чем бы ты мог похвастаться? За какой период имеешь в виду? За этот год. За этот год мы познакомились с коронавирусом, научились жить по-другому, без хороших друзей, без общения. Вот самое главное, что случилось за этот год. А всё остальное, конечно, после последней встречи у нас появилось больше таких, знаешь, отношений к своим друзьям, ребятам. Побольше скучаем, побольше ждём, когда следующая встреча наша состоится. Окей, как всегда, как всегда, друг Армянин взял на себя такую глобальную миссию и говорил исключительно о вещах таких, с которыми уже не поспоришь и, главное, не посоревнуешься. Представляем вам нашего второго игрока. Если первый разговаривал с нами из Еревана, то второй из Гордона Невека, Лыбель Пяти Революции, а там Юрий Иларионов. 81-й год выпуска. Механик, группа 1501. Здравствуй, Юрий. Здравствуйте, ребята. Ну, давай о тебе поговорим, о человеке, который всем известен как одна из составляющих великих рифов, человеке, которого мы последний раз тоже видели год назад. Что за этот год произошло? Про коронавирус уже сказал Акоп. Ну, как говорят во вновь освобождённой Одессе, не хочу вас расстраивать, но всё замечательно. А если серьёзно, мне удалось после нашего юбилея затащить всех моих друзей ко мне в гости в Питер. Мы здесь гуляли, веселились 10 дней, каждый устраивал, готовил, вернее, свою авторскую кухню вечерами, пили пиво, разбавляя его водочкой и другими напитками. Веселились, вспоминали, плакали, обнимались. Ну, и, конечно, из моих уст не могло не прозвучать какого-то циничного вопроса в адрес ветерана сцены. Ну, и в какие музеи вы, Юрий, сводили своих друзей за это время? Так, вермитаж, естественно. Всё, вопрос, ответ, всё понятно. Военная кафедра гордится своим выпускником 1981 года. А я вам представляю человека, который вместе с Юрием параллельно заканчивал наш институт в 1981 году. Причём тот же самый факультет, группа, только другая, 1502. Это Анатолий Римша. Привет, Анатолий! Привет всем! Я даже больше скажу. Мы с Юрием с одного потока, группа первая и вторая, почти каждый день виделись и встречались не только в клубе, но и на лекциях. Хотя, наверное, Юра, на лекциях чаще. В клубе, наверное, чаще, чем на лекциях. Это правда. Так что... Слушайте, учитывая то, что вы из одного потока, означает ли это, что окопу будет сегодня очень нелегко? Поскольку не скажется это, что вы будете играть на один карман? Да нет, что ты! Как так может быть? Мы же тесные прибалты, понимаешь? Тем более, что из всех играющих сегодня, Анатолий не только сейчас играет из Риги, Анатолий один из тех немногих рижан, который через все препоны, через все конкурсы честно поступил в Рижский институт инженеров гражданской авиации, также честно его закончил. Правила у нас простые. У нас каждому из наших игроков приготовлено по пять личных вопросов. Есть три варианта ответов на это. Каждому из них, ну, чтобы вспомнить своих учителей труда еще до поступления Руркияга, было предложено сделать домашнюю работу. Изготовить буковки, ой, извините, изготовить циферки. Буковки это у меня в голове. Один, два, три. Друзья мои, окоп, покажи, пожалуйста... Нет, давай, я сначала с Юрия начну. Юрий, покажи, пожалуйста, свои цифры. Вот один, вот такие же два и три есть. Спасибо. У Анатолия циферки чуть-чуть больше, но такие же худенькие стройненькие. А теперь, внимание, говорит и показывает Ереван. Та-дам! Понятно! Если все анекдоты придуманы в Ереване, то все цифры нарисованы в Ереване еще были за... Ну, продолжайте, Багдишан, я и так понимаю, к чему все это. Сами понимаете. Помните великий фильм, в котором звучала фраза «Вы в самодеятельности участвуете?» Герой говорит «Да», а потом говорит «Зачем я соврал?» Если каждому из них задать вопрос «Вы в самодеятельности участвовали?» Они говорят «А что бы я вообще сидел бы сейчас вот здесь, бы смотрел в твои глаза?» Мы, естественно, общаемся на «ты», поскольку мы знакомы долгие-долгие годы. Правила простые. И, значит, каждый получает свой персональный вопрос, но отвечают на вопрос все. Поскольку, если игрок отвечает правильно, он получает один балл. А вот если игрок по какой-то причине на этот простой вопрос на тему авиации, Риги или нашего института отвечает неправильно, а у вас правильная цифра была обозначена, вы получаете сразу два балла. Причем, если оппоненты оба ответят не, ответят правильно, а герой в этот момент попал в фиаско, стало быть, вы вырываетесь оба вперед аж на два очка. Все понятно? Да. Начинаем первый раунд. Вот сейчас там, где-то впереди, на левом кресле сидит Акоп Багдишан. А я его спрашиваю, скажи, пожалуйста, Акоп, а где была создана первая в мире коммерческая компания? И не надо сразу весь глобус перерывать. Я подскажу три варианта. Вариант один – это Великобритания, вариант два – это Германия, и третий вариант – это Нидерланды. Один – Великобритания, два – Германия, Нидерланды. Друзья, думает не только Акоп, думаете вы, голосуйте, пожалуйста. Итак, Акоп считает, что это Великобритания. Он, Атолий и Юрий, как два сокурсника, одна поточника, выдали две двойки, и каждый потерпел фиаско, поскольку это были Нидерланды, а компания называется КЛМ. И основана она, ребята, параллельно с нашим вузом в 1919 году. Мы не могли вот об этом не напомнить вам. А первый полет совершен 17 мая 1920 года, и, естественно, тут Акоп прав. Это был рейс в Лондон, но никто нифига пока у нас не заработал. А мы продолжаем, и у нас уже новый командир. И зовут его Анатолий, Анатолий. А не Петька и не Колька. Первый Стюарт. Ты ж понимаешь. Стюарт – мужчина, который и накрыл, и открыл. Я скажу, что его звали на букву Г, потом даже озвучу его имя. Но вот был он поданный Великобритании, США или Германии. Первый вариант – это Великобритания, Акоп, привет, США или Германия. У нас на кону все у Анатолия. Значит, первый, второй или третий вариант. Акопчик. Большая единица, троечка, изящная двоечка на лебедь, похоже. А ведь Толик-то прав. Это действительно Германия. Это Генрих Кюбис, его звали. Я поздравляю, Юра. Толь, вот, тебя поздравил Ереван. Отвечать-то за все Юрию. Поскольку Юра сейчас получает, во-первых, возможность порулить экипажем. Каждый играет за себя. Зарплаты у всех в нашем экипаже разные. Кстати, Юр, а вот если тебе, как человеку с абсолютным чувством ритма, показать мою физиономию и вспомнить вот те далекие годы, когда в Рижский клуб, наш клуб, РКИГА, набивалось невероятное количество народу, когда просто пот по стенам шел, и когда рифы стояли на... Все думали, что это сцена какая-то такая специальная. Это просто парты из лабораторных кабинетов были принесены, и эти люди, не боясь, что они грохнутся оттуда, еще барабаном по голове получат, врубались эти проблесковые маячки из Ту-154-го, а в этот момент примерно шло вот следующее. А группа играла песню другой группы, очень популярной, русскоязычной, но группа, которая всегда была где-то отодвинута. У меня получилось, Юра, отобразить эту песню, нет? Не понял. Попорву еще раз. А, ветерок. Забытую песню телепатировал. Не остыло еще вовне чувство ритма. Ладно, я попытаюсь подавить на тебя. Скажите, Юрий, какая авиакомпания стала первой в мире, где все самолеты стали сразу реактивными? Вот просто ушла вся пропеллерная авиация, а реактивные остались. Может быть, это Квантас, может быть, это Джел, это Japan Airlines, а может, это Air India, например. Итак, Юр, первый вариант, это Квантас, Квантас, Квантас. Второй это Japan. Суши любишь? А третий это... А-ча, 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 и показал, да? Air India. Air India. 1, 2, 3. Надо что-то показать. Смотрите, разброс какой. 2, 3, 1. А на самом-то деле победил Анатолий, поскольку именно в 62-м году авиакомпания Air India стала первой в мире авиакомпанией, вот видите, в которой все самолеты были с реактивными двигателями. И у нас Анатолий-то 2 очка получает. Что творит этот игрок? Слушайте, других не было до этого. Юр, мне искренне жаль. А тебе все остальные ездили на чем угодно там. Я тебя поздравляю. А-ча, Акоп опять поздравляет всех. Человек, который... Понимаешь, мне так кажется, что если попрошу сейчас ему двойной эспрессо в Ереване сделать, я вкус его почувствую здесь. Потому что такой Акоп Багдишан. Слушай, кстати, давайте вот о чем вспомним. Акопчик, скажи, ты когда попал в Ригу, поступил сюда, ведь было что-то такое, что ты никогда до этого не пробовал, попробовал, а когда вернулся вот в Ереван, вот именно этого какой-то вкусности латвийской, рижской тебе не хватает. Что это такое? Знаешь, латвийского муса не хватает, во-первых. Ты мой хороший! Хлебного супа не хватает. Хлебный суп, мус. Слушайте, мы с Акопом как-то говорили о том, что многие ребята, которые приезжали учиться в Ригу, когда они видели мус, говорят, что это? Непонятное, такое бесформенное. А про хлебный суп я вообще не говорю. Поэтому если бы в Айлите давали комплексные обеды, а коих не было, допустим, и люди бы отказывались в пользу фанатов сладкого, я думаю, нам бы с тобой сказочно повезло. Мы переходим... Извините, пожалуйста, Толь. Не перебью. Я здесь родился, жил все время, но я ни разу еще не ел хлебного супа. И я не ел. Юра, кто бы сомневался. Друзья, смотрите, Анатолий Римша, вот человек, у которого есть мечта еще, ему есть к чему стремиться. Вот я бы, если было что, я бы сейчас выпил не только за те поводы, которые в мае приходят каждому выпускнику РКИГа, но еще и вот за то, что, несмотря на наш возраст, у нас еще столько неопробовано, нам еще столько хорошего нужно успеть делать. А мы продолжим. У нас следующие вопросы, и у нас опять-таки первым отвечает окоп. Вот смотрите, в разных странах есть какие-то свои правила, свои привычки, свои причуды, может быть. В аэропортах именно этого государства вы никогда не найдете ни 4-й, ни 13-й, ни 44-й выходы. То есть гейты. Ну, с 13-м-то, понятное дело, многие авиакомпании вообще от них отказались. А вот 4, казалось бы. Что же это за страна? Окоп, может быть, это Южная Корея, может быть, это Сингапур, а может быть, Малайзия. Южная Корея, Сингапур, Малайзия. Южная Корея 1, Сингапур 2, Малайзия 3. Окоп, пожалуйста, это... Показывайте. Окоп, я не вижу. Окоп, компьютер подождет. Мы лучше хотим посмотреть на циферку. Окоп, окоп, окоп. Все, время отвечать вышло. Пока засчитаем только 2. Окоп. Не вижу. Окоп. Я не вижу. Это же твои единицы, окопчик. Вот она, единица. Раз единица, два единица и три единицы. Самая толстая, единица не вошла. Какая нелепость. Вот она, Южная Корея. Вот действительно традиции, о которых, судя по всему, знает каждый из вас. И окоп заработал свое одно большое, толстое, как его единица, очко. Давайте похлопаем окопу. Поздравьте его. Он поздравлял себя всегда. Окоп. Как говорил Вильям Шекспир «In the button from my heart». Вот это вот все тебе. А у нас вопрос адресован Анатолию. Анатолий, вот как ни странно, авиаперевозки, авиация, это второй по безопасности вид транспорта. Да-да, именно так. Поскольку, помимо глобальных перевозчиков, вот мы знаем, что, например, у Юрия Иларионова есть еще одно образование, железнодорожное. Это тоже вид транспорта, с этим тоже приходится считаться. Но есть еще, может быть, не такие заметные, но они есть. Так вот, на первом месте, Анатолий, по безопасности, монорельсовая дорога, эскалатор, или номер три, фуникулер. Думаю, не надо объяснять, ты же горнолыжник, что это такое. Монорельсовая дорога, два, это эскалатор, или фуникулер. Что из этого считается самым безопасным видом транспорта? Пожалуйста, окопчик, я не вижу твою единицу опять, да? Окопчик, покажи, что у тебя есть, мой хороший. Не видно разве. Не видно, но вот еще, еще, закройте на секунду. О, все, 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 увидел. Окопчик, ты делай так в следующий раз. Смотри, дорогой, я тебе покажу. Ты раз так накрылся, и потом, хи-хи, я здесь. Вот, все видно. Все показали единицу, и все показали на... На самом деле, самый безопасный вид транспорта, это эскалатор. Представляете, однако, сколько времени может занять путешествие на эскалаторе, ну, скажем, на 500 километров хотя бы. Или поехать вот мне в Питер, например. Я пока доеду, у меня же Юра все скиснет. А мы в этот момент... А хорошее предложение, кстати. На эскалаторе? По дороге, знаешь, я по дороге. Будем искать места. А с такими творческими единицами, как вы, друзья, это будет самое яркое путешествие в моей жизни. А у нас третий вопрос в этом разделе. И Юрий Лорионов. У нас сейчас будет рулить ситуацией. Когда самолеты Concorde начали использоваться на Ближнем Востоке, я не шучу, начали поступать жалобы о том, что якобы звуковые удары влияют на интимную жизнь, я не шучу, ребят, неких представителей животного мира. Сейчас я голосом дроздова спрошу у Юрия Лорионова. Скажите, Юрий, как вы считаете? Так на чью сексуальную жизнь на Востоке влиял звук пролетающего Concorde? Может быть, соколы в Объединенных Арабских Эмиратах, может быть, это элитные скакуны в Саудовской Аравии или верблюды в Бахрейне. Первый вариант. Это соколы не могли, не попадали в струю. Второй вариант. Элитные скакуны в ритм не попадали, а у верблюдов я не знаю, что это Бахрей. А копчик, закрой личико на секунду. Вот, а копчик закрыл. О, как копчик открыл. Ребят, слушайте, вы все показали тройке, а знаете, о чем подумал? Если вы троечку вот так себе завалите и так вот к себе прижмете, сделайте так, а? Не, наоборот, переверни ее. Вот, Толик, молодец. Слушайте, я сейчас фотку эту сделаю, потому что это очень красиво. А копчик, завали ее, пожалуйста, на бок. Вот, прекрасно. Не зря прожил сегодняшний день. Ладно, от сексуальной жизни верблюда. А мы верблюда покажем вам? Да, пожалуйста. Вот, пожалуйста, в Бахрейне расстраивали верблюда, портили их интимную жизнь. Мне, правда, интересно, как вот эти исследования проводили там. А как это выглядит, Стас? Как верблюда это делают или как исследование выглядит? Как влияет? Пугаюсь. А мы переходим к нашим видео вопросам. Это наша любимая фишка, когда вроде ничего особенного, когда мы показываем вам какие-то знакомые, на первый взгляд, рижские места, а потом пытаемся напрягать вашу память. И вот тогда такие интересные ассоциации всплывают. Акоп, дорогой, сейчас тебе мы покажем танцующую публику. Причем танцует эта публика вот на свежем воздухе. В Армении что же любят танцевать на свежем воздухе? Потому что в Армении тепло. Ну, у нас не всегда тепло. Ну, вот когда-то, вот 30 там лет назад вот этот кадр был сделан. Как ты думаешь, дорогой, эти люди танцуют на территории аэропорта Спилова, на территории межапарка, это второй вариант, или на территории стадиона Даугова. Первый вариант Спиловая, второе межапарк, там певческая пуля, там все время такие праздники проходят, или третье стадион Даугова. Один Спиловая, два межапарка, три Даугова. Показали! Акопчик, закрой личико. Троечка, троечка, я угодно. Не буду больше просить вас делать из себя очень красивых людей. Браво! Ответ абсолютно верный, это стадион Даугова, а Коп получил честно заработанную единичку. И возможность танцевать. Ну, нет. Или спеть. Да. А у нас следующий вопрос, и теперь уже для Анатолия. Анатолий, вам как рижанину, естественно, человеку, который знает с закрытыми глазами любой уголок Риги, будет легко ответить вот на этот вопрос. Пляшут люди, Анатолий, в одном из спальных районов Риги. Это, возможно, Иманта, возможно, Ильгуцемс, возможно, Кенгаракс. Первый Иманта, второй Ильгуцемс, третий Кенгаракс, люди пляшут на улице. Хочу посмотреть на вас. И все показали троечки, и это абсолютно правильный ответ. Кенгаракс недалеко, это людей, которых не пустили в клуб Архиега во время того, как там играла группа Рифы. Где-то же нужно энергию выплескивать. Куда пойдем? И вот все эти люди, а нарядно одетые приходили, кстати, на танцы с Рифами. Вот и уходили. В одном из домов пультецкий живет. Это точно. Тогда вам вообще легко. Юрий, надеюсь, так же легко вам будет ответить на этот вопрос. Вот сейчас в центре Риги это здание выглядит примерно вот так. Вот там даже есть брендовый какой-то кафетерий внизу. Хорошо. А пытаемся вспомнить, Юра, а что же там продавали лет 30 назад? В любое время коньяк, в любое время билеты на самолет, и второй вариант, любое время билеты, о, извините, сувениры. Один это коньяк, два это билеты на самолет, три это сувениры. Все показывают, что продавали там раньше, 30 лет назад. Первый вариант, коньяк в любое время дня и ночи, билеты на самолет номер два, и три сувениры. А что это за 12 такое? 21? А потому что мы коньяк продавали внизу в подвале и билеты на самолет. Анатолий, мы вывеску вам показали, хотим спросить, что вместо этой вывески было? Два. Давайте посмотрим. Аэрофлот на месте той вывески висела, вверху крупно предлагалось полететь вместе с нами. Таким образом, Юра, мне очень жаль, Анатолий, я очень рад, Акоп, я вообще рад тебя видеть. По два очка получают Якоб и Анатолий. Смотрите, какой человек нас приветствует сегодня. Я рад возможности приветствовать наследников нашего славного вуза, которому в этом году исполняется 60 лет. Ну, с тех пор, как он стал вузом гражданской авиации. Ну, я, наверное, один из самых пожилых преподавателей вуза, которые еще могут говорить. И мне бы очень хотелось, чтобы те, кто сейчас продолжает учиться вузе, которые мы считаем наследниками Киега, чтобы им было также с удовольствием учиться, как учились мы, как мы работали, и также, как у нас, чтобы вуз отличался тем, что там не только учились, учились, но там были разные таланты. Нам всегда было мало только учебы. Мы занимались и самодеятельностью, и КВНом, больше того, наукой тоже занимались, и поэтому очень бы хотелось, чтобы вы, молодые, точно так же, как и мы, были успешными в жизни. Спасибо, Борис Ефимович, дорогой! А мы продолжаем. Самая актуальная игра этого сезона «Я студент ГВФ», поскольку 60 лет назад наш вуз стал на гражданские рельсы. С нами сегодня Акоп Багдишан из Еревана, Анатолий Римша из Риги и Юрий Иларионов из города на Неве. Акоп всю жизнь был мультиинструменталистом. Что касательно Юрия Иларионова, коллектив Рифы звучал не только на одну шестую часть суши. Я знаю, что учитывая то, где сейчас пребывает Игорь Скориков, коллектив Рифы знает, наверное, большую часть земного шара. Ну, судя по всему. Анатолий Римша это один из самых интеллигентных стемовцев нашей истории, но вопрос я сейчас хочу адресовать каждому из вас. Начнем с Акопа. Акоп, скажи, твое участие в самодеятельности когда-то помогало тебе? Нет, ну, в личной жизни понятно, а в взаимоотношениях с преподавательским составом. Были у тебя какие-нибудь поблажки со стороны преподавателей? Ступали на красные гвоздики и там были преподаватели с кафедры иностранных языков, а именно Марина Аркадьевна, Жанна Гарьевна и все остальные, которые до конца моей жизни останутся, конечно. Мы вот до сих пор обязательно созваниваемся, недавно отмечали день родины Марины Аркадьевны вот где-то три-четыре дня назад и конечно помогло. И случай хочу рассказывать. Вот однажды после выступления Акопчик говорит, ты очень хорошо поешь, все хорошо, говорит, почему ты не переводишь свои песни? Я говорю, Вадим Зинович, как я могу перевести, выйти и сказать, что я песню пою такую? Ну, я говорю, по радио тоже не переводят. как бы вот за то, что было замечание, вот на следующее выступление я решил выступать и перевести свои песни. И на выступление я выхожу на сцену и говорю, Дарги, Драуги, как мы учимся на благородной латышской земле, я решил перевести сначала на латышский язык. И начал стихотворно перечислять, называть те слова, которые я когда-нибудь узнавал в Риге, это Майя, Зизи, Гала, Юсис, Капси, Накуша, и так стихотворно вообще эти слова, и он все оборудовал, и как начал, и мне говорит, хватит, не надо дальше. И все на следующей остановке и вышли. Спасибо, браво, Аков. Я хочу такой же вопрос задать Анатолию. Анатолий, а у тебя были случаи, когда твое присутствие на сцене или навредило твоей какой-то студенческой карьере, или наоборот у тебя были какие-то плюсы? Оно правда мне не помогало и не вредило. Я не замечал за преподавателями, чтобы они когда-нибудь там, ну, мы тебя знаем, мы тебя видели, мы были в клубе, и что-то какую-то подлазку мне делали. Скажи, после того, как мы выпустили, то тогда, наверное, уже больше мы... Юра, помнишь, мы ездили в Красноярск, когда Мухо с нами ездил? Вот тогда мы уже были... Ну, понятно, короче говоря, Анатолий взял и перевел тему, это говорит о том, что ярких представителей всегда узнавали, и к ярким представителям из тема и других творческих направлений все время было другое отношение. Анатолий, спасибо. А мы переходим к Юрию Иларионову. Юрий, а у вас тоже так, как у товарища Римши, все было нейтрально? То есть, что ходил в клуб, что не ходил в клуб? Ну, нет, ребята, конечно, нет. Значит, первое, один из преподавателей нашего института, не буду называть фамилию, он помог поступить моему брату. А можешь кафедру назвать хотя бы? Младшему. Младшему. Ну, это Юрий Белойчук. Он был председателем комиссии выездной и помог поступить моему брату на радиофакультет. Это первое. Второе. Толя помнит, конечно же, нашу кафедру ремонта. И там был доцент у нас, наш преподаватель, хороший, очень замечательный человек. Это был Юрий Александрович Алексеевич, я вот боюсь соврать. Который вот так делал? Да. Да. И вот первая моя весна, 76-й год, приходит весь в погонах со своими доцентскими, там, четырьмя лыками погоной Юрий Алексеевич Александрович Каджутин и говорит, а поскольку рифы были ребята старше меня, они его, конечно же, знали, и говорит, ребята, я сегодня, вернее, я на весне по традиции должен петь мою новую песню. Ну, понятно, он спел свою песню, он выходил с баяном, мы репетировали пару раз, потом он спел песню, через год он приходит к нам опять и говорит, ребята, я по традиции спою свою новую песню. И ходил и пел опять ту же песню, но немного с другими словами. Песня была незамысловатая, такая, ну, классная вообще песня. Ну так хоть процитируем пару слов. Да, да, я помню только первую строчку, остальное придумаю, но смысл был такой же. Значит, где-то загрохочет милый мой мелочек, с кем ты кувыркался, старый голубочек. Вот примерно вот такая песня, и он пел ее с нами на четырех веснах и всегда говорил, что эта песня новая. Задолго до радио Шансон эту фишку вычислили преподаватели Рижского института инженеров гражданской авиации. Мы продолжаем нашу игру. Каждый аэропорт, согласно правилам системы международной авиации, имеет код на латинице. Ну, это понятно. Но в России для внутренних целей, конечно, этот код оставляют еще и на кириллице. Кстати, единственный аэропорт, чье название и в международной, и в российской системах звучит одинаково. Акоп, может быть это, смотри мне в глаза, Муром, Акоп, может быть это Орел, Акоп, может быть это Уфа. Первое, Муром, второй Орел, третье Уфа. Друзья, один, два или три. Акоп, главное, как ответишь ты. И главное, закрой личико на это время. Один, два или три. Муром, Орел или Уфа. И Акоп закрыл лицо цифрой четыре. Толя, я твои цифры не вижу. Да вы одинаковые. А зачем вы так написали? Вот вы смотрите, взрослые люди. Вот город, международная система авиации. Из каких букв состоит код? Три. Где в слове Муром три буквы? Где в слове Орел три буквы? Уфа. Покажите им аэропорт. В Башкирии что ли не были никогда? Вот она, Уфа. Акопчик, мне очень жаль, дорогой. Но я проиграл. Подожди, в глаза мне посмотри. Все же так же ответили. Все тебя поддержали, все тебя брат любят. Button from my heart, как писал Янис Райнис. Все тебе. А мы к Анатолию Римше, если про Райниса, то к кому еще пойдем? Да, да, да. Анатолий, вы когда-нибудь бывали в Чикаго? Ну и ладно, я тоже. Так вот, в аэропорту О'Хар, что в Чикаго, самолет взлетает да и садится каждые 37 секунд. Ума. 37 секунд каждые. То взлетел, то сел. Это ж сколько Анатолий Анатолий в час получается примерно бортов. Может быть, первый вариант 80, может быть, второй вариант 100, или третий вариант 120. 80, 100 или 120. Если каждые 37 секунд взлетают и садятся. Ждем Анатолия в первую очередь. Анатолий считает, что вот так. Что считает окоп? Юрия вижу. Окопчик. Друзья, это у нас в правилах можно. Как будет по-армянски, извините? Не ревучу. Вот. Я твоей семье это говорю за то, что тебя отвлекают. Значит, два-два и вот. Но это не важно, друзья. Окоп, тебя настолько любят твои коллеги, что они поддержали тебя в неправильном ответе. Дело в том, что каждый 80 самолетов каждый час взлетает и садится в Чикаго. Таким образом, никто ничего не заработал. А вот, кстати, как выглядит этот самый аэропорт. Большой при большой. Толь, ну, ты же специально, я же понял. А мы приезжаем к Юри в Питер. Слушай, а курюшку ты отведал в этом сезоне? Как, Юр? Да нет, не удалось, коронавирус в город ездить. Они привозят так какие-то рыбаки с Васильевского острова какие-нибудь, нет? Вот в городе они привозят прямо с набережной продают, но в город как бы... то есть я понял, ты сейчас находишься под Питером и, наверное, это справедливо. Давай, перейдем от темы корюшки. Слушай, а я не знал, что компьютер этот вопрос. Юр, реально про жратву будем сейчас говорить. Ты прости. Ребят, если кто, как я, не обедал, там, сори, как говорится. Значит, Юр, посмотри, ученые утверждают, что шум двигателей и самолетов изменяет вкусовые ощущения от еды. И она кажется... Варианты, Юр, первый может быть более хрустящий, это первый, второй более горячий и третий более тягучий. Но при этом, кстати, менее соленая и сладкая, это вам не интересно. Итак, первый вариант более хрустящая, второй более горячая, третий более тягучая. Хрустит, обжигает или тянет? Мне главное, что ответит Юрий. А Юрий-то ответил неверно. А вот два твоих коллеги заработали каждый по два балла, потому что пища реально кажется более хрустящей, но менее соленой, сладкой, потому что шум двигателей самолетов изменяет вкусовые ощущения. А мы думали, что оно меняется? Запиваешь, запиваешь, все это дело, заедаешь, заедаешь, а вкус другой вообще абсолютно. Ладно, давайте выходим на финишную прямую. Наша любимая тема аэропорты и имена. И вот сейчас, ой, кстати, вот интересно, у нас сейчас будет вопрос, который имеет отношение к одному великому ученому. Я хочу обратиться прямо к Акопу Багдишану. Акоп, ты химию любил всегда? Нет, никогда не любил. Поэтому специально для тебя будет вопрос про Дмитрия Менделеева. Какой же аэропорт в России переименовали в аэропорт имени Дмитрия Менделеева? Может быть, Пермь, это первый вариант, может быть, Тюмень, второй вариант, и может быть, Курган, это третий вариант. Итак, Тюмень, Курган или Пермь? Первый, Пермь, второй, Тюмень, третий, Курган. Один, Пермь, два, Тюмень, три, Курган, и ваши ответы, друзья. Акоп, закройся чем-нибудь. Двоечкой, двоечкой считает человек, который учебник химии с портретом вот этого человека вообще забывал, когда держал в руках последний раз. А заработал ты, между прочим, целый балл, потому что правильно ответил. Поклопайте, друзья, порадуйте, поздравьте. Акоп любит, когда его поздравляют. Акоп молодец. Анатолий, мы с тобой оба горнолыжники. Мы с тобой любим перемещаться с одной горы на другую и никогда не встречались в Альпах. Я очень хочу, Толик, что когда все это закончится, мы собрались вместе и поехали в Альпы. А Альпы это Суворов. Аэропорт имени Суворова теперь присутствует или первый вариант в Таганроге, Анатолий, или в Ставрополе, или в Минеральных водах. Таганрог, Ставрополь, Минеральные воды. Один, два, или три. Таганрог, Ставрополь, или Минеральные воды. Акоп, ты пошел в Альпы? С кем? Коп, не уходи. Нам еще столько нужно сделать. Что-то произошло. А, единица улетела. Значит, друзья мои, вы все сказали, что это Таганрог. Но на самом деле, Таганрог, это, наверное, Чехов. Но с каких поводов туда великого полководства отправлять? Нет, на самом деле, это Ставрополь. И правильно никто не ответил. Так что, остаемся при своих. Внимание! Заключительный вопрос. Юра, еще все можно успеть. Мы объявляем, что в 2012 году воздушная гавань в США была переименована в аэропорт имени его и ее. Имени Билла и Хиллари Клинтон. То есть, имени целой фамилии, причем фамилия жива и здорова. Что они это сделали? Кто этот потерпевший? Зачем мы его переименовали? Скажите, пожалуйста, аэропорт именно Четых Клинтон находится или в Арканзасе первый вариант, или в Трентоне, или в Филадельфии. Арканзас, Трентон или Филадельфия. Юра, вспоминай, Элли летает домик, вот окоп, что ты вспоминаешь? Я тебя не вижу. Где, по-двоему, Клинтоны, там, аэропорт имени их? Где? Чуть-чуть вмести. А окоп перешел в свою 18-ю комнату для того, чтобы найти двойку. И зря шел окоп, потому что в Арканзасе. А это был первый вариант, и никто не ответил верно. А теперь мы подводим итоги нашей сегодняшней весьма веселой встречи. Вот так весело пролетели эти минуты общения. Сейчас придется объявить победителя, и я уверен, что кого бы я его ни назвал, со всеми играющими, да и со многими из вас смотрящими за этим, у меня все равно сохранятся самые хорошие и теплые отношения. Итак, с нами были сегодня Акоп Багдишан, Анатолий Римша, Юрий Ларионов. И вот у Юрия сегодня, ну, скажем, не самая убедительная игра. Чуть лучше сегодня сыграл Акоп Багдишан. И финальные результаты. Юрий у нас сегодня заканчивает игру, у него один балл, но зато какой почетный, и сколько уважения он получил от всех наших зрителей. У Акопа целых 7 очков, ну и победителем сегодня становится Анатолий с 8 очками. Акопчик, буквально 10 секунд, что-нибудь хорошее пожелай всем. Только лучше в камеру. Используясь под моментом, я хочу сказать следующее. Мы решили со своей группой в сентябре собраться в Ереване. Я всех пригласил в Ереван. Так что я всех приглашаю. Если уйдет коронавирус, конечно, мы всех, я всех вас жду в Ереване. В сентябре месяце, 20 числа. Спасибо, дорогой. Сами понимаете, после такого не только этот вирус, но и все другие лучше уйдут от греха подальше. Юрий Иларионов из города на Неве. Что-нибудь ты нам скажешь? Человек, который без бороды, молодой. Будем жить. Ну и зенит тебе в руки, как говорится, если в Питере ты остаешься. А у нас победитель. Человек, который не знаю, какие руки загребущие нужно иметь, чтобы все это дело унести. Анатолий, добрые слова. Ну, во-первых, всех с 60-ти летия. В этом году 60 лет у очень многих моих знакомых и друзей. И, Юра, самое интересное, что в этом году 60 лет Битл. Понимаешь, это же такая грандиозная дата. Надо, как-то ее надо бы отметить. Ну и конечно, хотелось бы всех вас видеть вживую, а не вот по этому гаджету, которым мы пользуемся. Поэтому будьте здоровы и давайте до следующей встречи. Ну, а если вам, друзья, показалась наша игра весьма актуальной для того, чтобы в этих условиях все-таки общаться с друг с другом, вспоминать какие-то истории из прошлого, которые помогут почувствовать нас такими же молодыми, энергичными и, главное, людьми при памяти, смело связывайтесь с нашим музеем. Музеем нашего института, которому мы говорим большое спасибо за ту информацию, которая собрана в голове и особенно в голове моего большого друга Алексея Халтурина. Вся информация будет чуть позже, но, а если у вас есть какие-то вопросы, ну, меня найдете, я думаю, в том же инстаграме, где написано флоренсов нижнее подчеркивание С и вы в игре. Хорошего дня! Мы победим, все будет хорошо. Не посрамим ГВФ! Приветствую, ребята! Всех приглашаю! Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!